331 день войны сейчас конечно основное внимание приковано даже не газе и даже не к северу а к ситуации на западном берегу или в иудее и самарии там продолжается операция израильской армии летние лагеря в городе джи ним например идут полноценные уличные бои с террористами ну что касается самой газы 98 дивизия завершила очередную важный момент операцию в хан юноси вышла оттуда 162 дивизия доложила о том что бригада рафеха хамасовская бригада рафеха полностью разгромлено и уничтожена и все равно боевые действия продолжаются и в плане сделки все крутится вокруг коридора филадельфия но об этом поговорим чуть позже на севере несмотря на прогнозы что насрал этом якобы решил с свернуть боевые действия боевые действия продолжаются всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале не забывайте пожалуйста поддерживать мои видео лайкайте подписывайтесь комментируйте оставляй включайте уведомления обязательно оставляйте комментарии два раза повторил кроме этого можно помочь каналу финансово за донати через кнопочку супер спасибо такое сердечко с долларом или надпись супер цен с две платформы густи и патреон на патреоне можно оформить какой-то постоянный донат мы там тоже выкладываем материал различные можно стать спонсором канала на ю тубе все это важно нужно полезно очень помогает огромное спасибо всем кто это делает ну собственно начнем тогда с иудеи и самарии там продолжаются боевые действия и там же вот произошли два теракта они произошли вот ну в таком районе называется гушится он один произошел на заправке один в одном из поселений в обоих случаях имели место имело место использование заминированного автомобиля но в обоих случаях что-то у них там произошло что-то пошло не так и взрывное устройство не сработало ли сработало некорректным слава богу образом в результате получили ранения 3 израильтянина среди них полковник командир бригады и ционы территориальная бригада которая как раз отвечает вот за этот район самарии этот полковник стать ликвидировал одного из террористов было сообщение о том что была и третья заминированная машина она выехала как и предыдущий 2 из хеврона но в итоге ее нашли в общем в итоге эти теракты не удались если бы удались каждой машине было минимум по 10 килограммов взрывчатки с поражающими элементами если бы все это получилось то могло быть огромное количество жертв натуральным образом повезло вот тут надо сказать несмотря на хорошие четкие действия военных четкие действия те кто ликвидировал террористов повезло что взрывчатка не сработал он той же заправки если бы она сработала вот как они задумали там бы все получилось гораздо страшнее и хуже сам факт того что хамас усиленно просто вот плещет бензин в этот костер в иудее и самарии говорит о том что во первых его положение тяжелое в газе это известный факт но про газу мы поговорим отдельно но он сейчас активно пытается превратить иудею и самарию в новый фронт но он фронтом то собственно и был там волна терактов не стихала там постоянно были попытки обстрелы нападения на живые теракты там и прочее но пока все это удерживали в рамках но по всей видимости в системе безопасности пришли к выводу что дальше подобными мерами вот этими вот одиночными такими рейдами точечными операциями удержать это все под контролем не получится пожар не тушится когда плещешь в него из ведра нужно вот поливать водой что называется самолета или из бронсбойта и вот таким бронсбойт там стала операция летние лагеря сосредоточена она преимущественно в районе джинина джинин это получается север самарии это близко к городу афула это соответственно север уже израиля и это довольно опасно учитывая тот факт что в чем вообще опасность пожара вот пожара в кавычках конечно на палестинских территориях опасность заключается в том что это все очень близко к канонической израильской территории это невозможно изолировать как это изолировали газу где вот такой прямоугольник да с тремя сторонами коридор филадельфия граница с израилем и грани вот южная граница с израилем самой газы и море соответственно небольшая территория иудеи самария то есть запад давайте будем для удобства называть западным берегом для наших зарубежных подписчиков так вот западный берег изолировать невозможно внутри очень много поселений и израильских в том числе крупных городов таких как ариэль например или малия думим и так далее где живут там десятки и сотни тысяч человек кроме этого в некоторых местах палестинские территории подходят буквально вплотную крупным городам вот в районе условно кварца бы вот на траверзе на тани и вот там вот везде везде все это очень близко там конечно есть заграждение заборы но все они как бы не очень хорошо работают я как-то рассказывал в одном из видео что масса нелегалов проникает постоянно в израиле вот для этого собственно и проводят эту операцию летние лагеря в джинине с террористами идут полноценные уличные бои перестрелки палестинские террористы используют даже гранатометы то есть в общем уже применяют тяжелое оружие конечно возможности армии там выше там есть присутствие армейская постоянная там очень активно работал шабак всегда то есть вот наша служба безопасности располагал там обширной агентурной сетью какое-никакое но сотрудничество с палестинской автономии по части безопасности было там гораздо проще туда ввести войска нежели в газу террористы там не в состоянии были подготовить такие вот оборонительные линии какие были готовы в газе но тем не менее это все очень непростая задача идут бои идут ликвидации применяется активная авиация но это преимущественно ударные беспилотники и вот был ликвидирован среди прочего мохаммед джабер он был одним из таких высокопоставленных хамасовцев в самаре и в результате вот такой засады бойцов ямам о которых я рассказывал в предыдущем видео соответственно этого спецназа контртеррористического он был ликвидирован поэтому последим за ситуацией на западном берегу там все очень непросто там все это вот постоянно прибывает на грани очень серьезного пожара да вот и и динамика всей этой истории ухудшается с каждым разом первая антифада была антифадой камней к просто забрасывали камнями там иногда нападали с ножами вторая антифада это была антифада смертников до террористов которые подрывались она закончилась я напомню в результате операции защитная стена в 2002 году ее провели в результате чего зачистили западный берег очень так плотно и тщательно но это потребовало очень серьезных усилий на пике этой операции 5 дивизий принимали в ней участие когда армия полностью заняла территорию палестинской автономии полностью ее зачистила и на долгие годы там воцарилась такое относительное спокойствие и порядок сейчас пока операции летний лагеря носит локальный характер вот джинин ну шамс вот все что-то вокруг находится потому что в джинине власть палестинской автономии отсутствовала в принципе вообще ситуацию не контролировал третье антифада которая сейчас уже фактически можно говорить о том что она шла и идет вот это антифада смешанная там и огнестрельное оружие и ножевые нападения и вот они снова возвращаются к применению террористов-смертников о чем сказал кстати халет машаль один из лидеров главарей хамаса он сказал о том что мы вернемся к практике террористов самоубийцы вот этот неудавшийся теракт в тель-авиве где террорист подорвался на пути к стадиону вот он говорит о том что они по всей видимости снова будут эту тактику применять и это очень такая неприятная история то есть израильским службам безопасности придется приложить колоссальные усилия чтобы все это дело сдержать ну а дальше вопрос там в каком-то решении но это отдельная история в любом случае понятно что после 7 октября идея о создании палестинского государства в обозримом будущем похоронена совершенно сейчас важно понять насколько вообще палестинцам самим нужно это государство да нужно вот это понять к сожалению наши западные партнеры и дебильные европейцы упертые американцы они не понимают этого ну нужно ли им вообще это государство вот большой вопрос что касается газы вот продолжаются боевые действия в рафиахе как объявила армейское командование бригада рафиах или почему-то называли иногда дивизия рафиаха ну неважно в общем то формирование которое отвечало за рафиах и считалось самым подготовленным и мощным в хамасе полностью разгромлено и уничтожено сопротивление в городе практически прекратилось в коридоре филадельфия остается присутствие израильских войск там построили дорогу кстати асфальтовую до идет возведение укрепленных постов и наблюдательных башен в хан юности завершился очередной этап очередной операции 250 террористов уничтожено уничтожено большое количество туннелей там пусковых площадок и так далее 80 процентов туннелей под коридором филадельфия тоже уничтожены сейчас вдоль коридора филадельфии активно идет бурение ищут вот те самые туннели египет по-прежнему значит упирается рогом и говорит что ничего не знал ничего не видел хотя уже были видео еще раз повторяю где туннель проходил непосредственной близости от наблюдательных башен египетских военных коридор филадельфия по-прежнему остается им главным препятствием в сделке хамас говорит что раз израиль не согласен выходить из коридора филадельфия хотят израиль уже был согласен сократить там свое присутствие до минимума буквально но специалисты эксперты вот из системы безопасности говорят о том что никакие электронные средства до сих пор никакие там датчики сенсоры камеры ночного видения сякого видения хоть какого видения людей заменить не смогут то есть пока мы там физически присутствуем хамас не сможет ввести контрабанду оружие и восстанавливаться как только мы оттуда выйдем все активно начнется египет в этом деле кровно заинтересованы египтяне получали за это деньги там взятки долю как это все происходило но еще раз повторяю протащить мимо них огромное оборудование там для прокладки тоннелей эти горнопроходческие машины без их ведома было невозможно поэтому они в этом участвовали прямо косвенно за деньги там за идею не знаю но я полагаю что все-таки за деньги поэтому сделка сейчас под большущим вопросом вдохе переговоры все еще продолжаются но судя по всему не очень успешно и судьба заложников по-прежнему вызывает очень и очень серьезные вопросы и большущие опасения кто из них жив кто не жив это все вот это по-прежнему такая ужасная трагедия и боль для всего израиля по-прежнему не очень понятно куда нам продвигаться американцы настаивают давайте заключим сделку неважно на каких условиях там главное вот заключим сделку а там все будет хорошо как блин дети малые честное слово как будто они не понимают куда не заключали с ираном ядерную сделку но еще там с кем-то сделки не заключали да не получается это не работает военное давление 1 и жесткие условия 2 хотите остаться в живых давайте отдавайте заложников разрушаетесь а там будем смотреть кого там посадить кого пристрелить кого отпустить но хамас тоже это все прекрасно понимает люди там далеко не глупые хоть и людоеды поэтому они вот сейчас выставляется и условия в надежде что чем ближе к американским выбором тем больше будет давление до изра на израиль и додавят в конце концов так они надеются и заставят израиль заключить сделку главное их условие еще раз повторяю вывод войск из коридора филадельфия сначала был вывод вообще со всей территории газ но потом они немножко сократили свои условия видимо надеяться что доступ вот к этой пуповине которых связывала с большой землей которая питала как бы их вот оружием там боеприпасами контрабанды и прочими делами все это вот им позволит как-то восстановиться так что следим и за этой истории тоже очень внимательно что касается севера ну там не все слава богу на севере накануне арабская пресса начала писать о том что насрала значит генсек хизбаллы решил свернуть боевые действия мол особенно после вот этого превентивного удара израиля который нанес хизбалле такой довольно серьезный ущерб он решил что вот все сейчас свернем боевые действия и значит будем ждать чем закончатся переговоры и так далее все так обрадовались и даже был какой-то перерыв я не помню сколько это было длилось ну часов там 20 но может быть сутки максимум это все происходило как-то тишина стояла на северной границе после чего опять начались обстрелы опять север стал весь красный опять там полетели ракеты и беспилотники люди снимают и перехваты и пролет беспилотников и так далее и как в общем оказалось все эти эксперты попали как обычно пальцем в небо насрала не субъектен я мы бы уже об этом тоже говорил насрала слушает команды из тегерана их выполняет тегеран пока не заинтересован снижать давление на израиль путем хизбаллы соответственно путем боевых действий на севере иран по-прежнему не очень понимает как отомстить но при этом нужно держать израиль в напряжении истощая его финансово там физически дипломатически в конце концов давление усиливается на израиль так далее россияне тут конечно начали там подскуливать в тон и ирану в частности процитирую вам министра иностранных дел российской федерации гражданина лаврова который сказал что израиль единственный кто заинтересован большой войне на ближнем востоке да вот до 7 октября не был заинтересован а тут вдруг стал заинтересован наверное сказал он правительство израиля хочет воспользоваться такой ситуации чтобы раз и навсегда разобраться и решить все проблемы с хамас и с хизбаллой и с про иранскими группировками в сирии ираке и самим ираном все правильно говорит то кстати натурально нужно разобраться из хамас и с хизбаллой с про иранскими группировками и самим ираном и на ближнем востоке ну не то чтобы наступит прям благоденствие но тут будет гораздо воздух чище и гораздо все будет спокойнее и регион наконец начнет нормально дышать и начнет развиваться будут образовываться союзы региональные да будет развитие какое-то производство, инвестиции и так далее. Какое может быть производство, когда посреди региона торчит вот эта раковая опухоль в виде иранского режима, которая всех вокруг держит напряжение под угрозой большой войны. Так что в этом смысле я с Лавровым даже согласен. Несмотря на то, что он, конечно, конченый вообще мудак и несет вечно какую-то околесицу в духе, значит, своего там режима уже кремлевского и так далее. Так что ситуация на севере остается по-прежнему такой непростой. Опять же, кстати, появились сообщения относительно Ирана, что Израиль начал активно сотрудничать с различными анти-Иран, ну, с группировками внутри Ирана, которые против режима борются. Видишь, Белуджи, Курды и так далее, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иране и таким образом Иран удержать от мести Израиль. Тут может получиться, правда, обратный эффект. Да, Иран, увидев, что ситуация внутри страны осложняется, может сыграть в такую маленькую победоносную войну. Получится не маленькая, не победоносная, как это всегда бывает. Ну, в общем, посмотрим. Опять же, это все сообщения в арабской прессе, которые нужно делить на 10, умножать на 2, вычитать там 3 и так далее. В общем, короче говоря, у них там с их экспертами большие проблемы. Это их эксперты, кстати, в Аль-Джазире утверждали, что Хамас подбил израильских танков больше, чем все арабские армии за 70 лет. Это говорил какой-то там генерал, я не помню, египетский, кажется, или нет, вот сейчас могу ошибиться. Какой-то, в общем, генерал отставной. Вот все это на голубом глазу, он в прямом эфире Аль-Джазире сказал. Ну, после этого, как бы, вот какое может быть вообще доверие к мнению таких экспертов. Так что следим за ситуацией. Ситуация сложная, очень далекая от завершения. По-прежнему угроза большой войны сохраняется. По-прежнему сохраняется угроза вот войны, сразу одновременно большой войны на несколько фронтов. Израиль к ней готовится. Продолжаются боевые действия в Газии, в Лаудии и Самарии на западном берегу и, соответственно, на Севии. Ихуситы там, кстати, по-прежнему обещают какую-то страшную месть Израилю. Но, видимо, каждый раз, вот сказав это, посмотрят на свой порт Хадейда и думают, а может все-таки и не стоит. Ну, и вот с этими евреями связываться, мало ли что у них там еще есть про запас. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Увидимся в ближайшее время. Всем пока.